Кто-то коллекционирует значки, а кто-то марки. Андрей Иванович Лапыкин собирает новогодние открытки советского периода и другие атрибуты, которые сопутствуют всеми любимому семейному празднику. Интересных вещей накопилось только, что хватило бы не на одну полноценную выставку. Что касается открыток, то их у Андрея Лапыкина несколько сумок. Если мы будем исходить из того, что официально признаны историком, что первые поздравители новогодней открытки появились в декабре 1941 года, которые поздравлялись с 1942 годом и которые были приурочены к победе наших войск над немцами под Москвой, то это как раз период советской открытки. Это 1941 год у нас получается 50 лет. Но если мы в среднем вот так вот абстрагируемся и умножим, предположим, что ежегодно выходило около 100 открыток, то получится 50 на 100, где только 5000 открыток в коллекции хорошего коллекционера по новогодней тематике должно быть. Самая ранняя открытка фотографии в коллекции Андрея Лапыкина датируется 1928 годом. В это время Новый год в Советском Союзе как праздник был запрещен. Как раз вот этот вот пик запрещений приходился на 1928 год. Мы видим вот это вот как раз открытка с Новым годом 1928. То есть люди, которые на этой открытке фотографируются, они очень и очень сильно рисковали. А уже так сказать, Новый год стал активным, правда, в нашей стране. В 1935 году, когда предложил Павел Постышев, уже в Харьковской дворце пионеров в 1936 год встречали как хороший, детский, веселый праздник. В новогодних открытках советских времен хорошо чувствуется дух эпохи. Прослеживаются достижения науки и техники, истории авиации и космонавтики. А есть открытки, на которых советские граждане могут узнать свой собственный двор. Стоят двухэтажные домики. И вот детали, они говорят о многом. Вот там выбивают ковер на свежем снегу, да. В окнах развешаны елки, потому что на холоду они держатся, чтобы они не обсыпались. Холодильников было мало. Да, вот там авоська висит на форчике. Привезли газ, пропан, да, то есть снабжался еще не центральное газоснабжение было, а местное. Во дворе в хоккейной коробке наряжают совместную елку. Тут играют и в хоккей, и на фигурных коньках катаются. Тут он кормушки сделали и на санках, снеговикали, потом кто-то ведро пошел выносить. Еще что-то кто-то в окошке, он там елку кто-то утащил, вот крышу чистят. То есть очень-очень много таких вот мелочей, на которые просто с радостью смотрим и вспоминаем там детство. Еще одна популярная тематика новогодних открыток – открытки под Палих. Сказочная тема – одна из любимых у Палихских мастеров, а Новый год всегда ассоциируется со сказкой. Частенько сначала издавались вот открытки именно по аналогии. То есть, например, брали Голиковскую тройку и писали. С Новым годом она как бы шла как поздравительная открытка. Но потом появилась целая такая Палихская школа, например, два самых известных художника – это Андрианов и Бокарев, которые писали конкретно новогоднюю открытку. Вот у них очень большая подборка и у того, и у другого. Вот как раз вот здесь Палих угадывается, но одновременно некий такой новогодний антураж появляется, появляется такое новогоднее настроение, поэтому Палихские открытки очень такие красивые и интересные. Отражение на новогодних открытках нашла Олимпиада 80. Карточки с изображением мишки появились задолго до начала игр. И Олимпийского мишка мы здесь видим, наверное, практически во всех ракурсах. И с Дедушкой Морозом, и со Снегурочкой, и в качестве строителя. Олимпийские игры в Сочи такого отражения на открытках не получили. В руки коллекционера попала всего одна – с изображением Дедушки Мороза, которое из Олимпийского парка привезли ивановские волонтеры. Коллекционировать современные открытки оказалось не так интересно. Что касается открыток, которые так же, как советские открытки, отражали бы определенный срез истории общества, их практически нет. Но единственное, я сейчас могу какие аналоги взять. Вот у нас здесь присутствуют открытки по мультфильмам и кинофильмам. То есть это такой своеобразный срез. Но вот они сейчас есть. Например, мультфильм «Маша и Медведь» в новогодних открытках отражен. А что касается другого, да, есть, так сказать, государственная атрибутика. Есть двуглава «Орел», есть российский флаг. Вот это тоже присутствует. Но другой таких-то вот таких интересных моментов, которые рассказывали о том, как живут простые люди, что происходит в стране, таких открыток как таковых практически нет. Нынешняя печатная продукция практически не имеет привязки к конкретному году. А значит, подарить такие открытки можно абсолютно на любой Новый год. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.